Если нас слышат, отлично. Итак, еще раз спасибо, что присоединились. Наш сегодняшний внеа звучит как «Если эксперты помогают вам бесплатно возможности и сложности пробона?» Что это такое и как с этим работать? И буквально у меня есть несколько слайдов, о которых я расскажу сейчас буквально за, наверное, парочку минут. Вот. Меня зовут Алексей Ницца. Если вы не знаете, кто я такой, я являюсь вент-редактором «Теплиц социальных технологий». Собственно, мы проводим эти вебинары. И в том числе я помимо вебинаров провожу еще и видеоуроки. То есть если вы хотите найти какие-то вебинары, которые были у нас ранее, вы можете это сделать, и я расскажу, как. Наш сайт... Да. Сначала я расскажу о том, что у нас приглашенный спикер. Это Армин Пиалик. Он о себе, конечно же, расскажет сам. Но в двух словах это руководитель проектов BMW Foundation Herbert Quant. И более подробно как раз он о себе расскажет. В общем, действительно, очень интересный спикер. Говорить он будет по-русски. Говорит он хорошо на русском. Так что я думаю, что будет все понятно. И да, я хотел рассказать о том, что вот наш сайт выглядит так. Просто я все хочу, чтобы он примелькался у вас в глазах, потому что много чего полезного мы пишем там и размещаем информацию. Собственно, те, кто нас знает, вы действительно знаете, кто мы такие. Но опять же напомнить. И, наверное, те люди, кто будет смотреть потом записи, это опять же будет очень полезно посмотреть на наш сайт. Адрес test.ru и в социальных сетях, вот снизу, если вы увидите, написано slash теплица ST. То есть, в принципе, во всех социальных сетях нас очень легко найти, мы теплица ST. В том числе и на YouTube. И, как я уже сказал, что если вы по каким-то причинам не участвовали в наших предыдущих вебинарах, хотите посмотреть записи, это сделать очень легко. Есть два варианта. Первый – это зайти в раздел мероприятия и, собственно, посмотреть рубрику вебинаров, где мы выкладываем все материалы вебинаров. То есть, помимо видеозаписи, там есть еще и презентации спикеров и так далее. То есть, можете пролистать, посмотреть. Много чего интересного было. За последние пару лет мы проводим два вебинара в месяц. Соответственно, вебинаров достаточно много. И второй путь – это зайти на наш плейлист в YouTube. Также вы можете посмотреть там вебинары, которые мы проводили. Также очень много чего интересного. И в двух словах, что мы делаем, да, наша глобальная цель. Мы являемся общественно-образовательным проектом. И в двух словах, что мы делаем, опять же, это мы связываем два полюса. С одной стороны, это некоммерческий сектор, да, и все, что связано с каким-то общественными движениями и каким-то интересными проектами для решения важных общественных задач. А с другой стороны, это IT-сектор, который владеет инструментами, знает, как что-то классное сделать, но совершенно не знает, для чего это применить. Соответственно, мы это берем, мы смешиваем вместе, и получаются очень интересные проекты. В общем, рекомендую, опять же, посмотреть много чего интересного. В общем, я быстренько сказал все, что хотел, и сейчас я предоставляю слово Армину. Армин, ты можешь включить свою презентацию, нужно в документах ее запустить, тогда все будут видеть. Вот, а я тогда, наверное, замолкаю. Да-да-да, я пока параллельно скажу, что, во-первых, запись, естественно, будет, слайды презентации вы также сможете скачать. Вопросы, если какие-то у вас возникают, вы можете задавать по мере их поступления, если они касаются непосредственно какого-то там слова о том, что говорит спикер, да, но если, например, что-то более такое, ну, важное, да, то можно задать в конце, чтобы просто спикер не тратил время, как бы, да, поэтому, в принципе, вы пишите в чат все, что вам интересно, и мы тогда уже посмотрим, как это лучше задать. Все, тогда я передаю слово Армину. Армин, еще раз спасибо и вперед. Спасибо, спасибо, Алексей. Здравствуйте, все участники этого вебинара. Сейчас я вижу, что у нас есть 25. Я вас поздравляю из Мюнхена сегодня. И, как Алексей уже сказал, я с вами хотел чуть-чуть поговорить о пробонах, что такое, почему это важно, кому это нужно, как это сделается. В общем-то, вам дать какой-то, да, чтобы понятно было, как это можно использовать. Про бону. Вот я сам, меня зовут Армин Пиалек, я немец, я 9 лет в школе учил русский язык, я не, я стараюсь, что все понятно будет, если нет, то Анастазия от Имхатраба, которая тоже перевела все эти слайды, мне будет помогать. Ну, я, 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 как сказать, надеюсь, что вы меня так понимаете, да, если непонятно что-нибудь, пожалуйста, в чат напишите, а если какие-то вопросы, как Алексей уже сказал, по содержанию, да, какие вопросы насчет пробону, то, пожалуйста, у нас в конце вебинара еще будет время, чтобы их дискутировать. Хорошо, так понятно, да, все, мой русский язык смешной. Все понятно, отлично, хорошо. Вот, откуда я знаю об пробону? Я сейчас уже 5 лет работаю в фонда BMW, это фонд компании, которая делает машины, но мы независимы от фирмы, мы сделаем конференции на счет социальных инноваций по всему миру, а я во фонде, как проект-менеджер, я управляю проектом в рамках пробона, и я тоже очень близко работаю с нашими партнерами в России, потому что я чуть-чуть говорю по-русски. Но обо пробону я узнал, кстати, в США, там у нас тоже партнер, который называется Тепрут фаундейшн, и это тоже очень хороший ресурс, который для тех из вас, которые тоже говорят по-английски, там, в принципе, все, что я скажу сегодня, тоже написано, там разные тексты и репорты, которые можно о себе информировать. Я три года назад был один год у Тепрут, а там именно я узнал, что такое пробону и как это сделается. А сегодня я также консултант для немецкой пространства пробону. А пространства это именно те организации, которые помогают НКО найти те пробонаресурсы, которыми нужно управлять эти пробонопроекты, и они именно сделают так, что те проекты были успешными. Мы это называем просредники, Тепрут это просредник, а мы также создали просредник пробону в Германии. А я еще член совета правления в таком же просреднике, который называется Креэйтофон и Юво. Там гиперлинки, они внутри, там все вы можете в себе информировать, но там, конечно, все на английском языке. А потом еще мои данные, контакты, если какие-то вопросы, то, пожалуйста, всегда можно меня через скайп, твиттер, линк ин, или через имейл, или телефон доступ ко мне иметь. Хорошо. Сейчас начинаем по содержанию. Я хочу, что сначала вы представляете себе мир, где для всех НКО, для всех, где все НКО, все некоммерческие организации имеют такой же доступ к профессиональными ресурсам. Профессиональные ресурсы, например, во сфере HR, во сфере дизайна, во сфере информационной технологии, стратегического консалтинга, во всех сферах, ну, все ресурсы, которые тоже в обычной фирме, в компании профессиональной, что они имеют такой же доступ. И это, я имею в виду именно, что, например, представляете себе, что веб-сайт от BMW, от машины, официальный, он очень качественный, очень дорогой, очень красивый веб-сайт. Я хочу, что те веб-сайты от некоммерческих организаций, они выглядят такие же хорошие, то же самое качество, то же самое хорошее картинные тексты, там, социальные межи, что также было таким же образом, такое же качество. И это именно для очень многих некоммерческих организаций невозможно, потому что для этого денег просто не хватает. Некоммерческие организации очень часто все свои деньги управляют, чтобы управлять своей программой, чтобы помогать в своих сообществах. Они для внутренних ресурсов, как маркетинг, HR, дизайн, все, что угодно. Но есть возможность все-таки, что они имели этот доступ, а решение это именно пробоно. Пробоно это когда профессиональные люди, то значит тот дизайнер дает свое время, свое знание, профессиональное знание бесплатно некоммерческой организации. Об этом я сегодня хочу с вами говорить, но сначала я хочу скорого сказать, где в принципе пробоно проекты все возможные. Это как я уже сказал, это тоже стратегический ресурс. Он может помогать пробоно, вы можете получить консалтинг, например, уже в крови в вашей организации. Конечно, всякие коммуникационные вещи, которые вам нужны, пиар, план, как сделать коммуникацию через какое-нибудь событие, например, тоже всякие публикации, которые вам нужны. Такие проекты можно делать пробоно. Конечно, во сфере финансов можно тоже использовать пробоно. можно сделать контролинг, например, образом пробоно. Или вы не знаете, как сделать бюджет, вот спрашивайте, те люди, которые хорошо знают, те профессиональные. Тоже во сфере фандрейзинга можно делать пробоно, фандрейзинг стратегии, стратегии по фандрейзингу разработать. Для этих тоже есть эксперты, а когда эти эксперты для вас это делают бесплатно, мы это называем пробоно. Во сфере HR, это кстати ресурс такой, который некоммерческие организации, особенно маленькие некоммерческие организации, они очень часто об этом не думают, но конечно, когда в тот момент, когда есть рабочие, те рабочие хотят узнать, как они могут развиваться, как их будущее выглядит в организации, и для этого в больших компаниях есть отделение для HR, которые например делают рекрутинг, делают профессиональные образования для рабочих, а такие ресурсы тоже для рабочих в некоммерческих организациях конечно очень полезны. Потом и это наверное некоторых из вас уже известно, правовая поддержка, это именно там где тоже слово про боно имеет свой источник в США, там именно все юристические профессиональные люди, адвокаты, извините, адвокаты тоже работают про боно, это они должны иногда работать про боно. это правовая поддержка, ну всякие контрактные дела, тоже совет, как например организовать по юристическому самую свою организацию. Но есть, я сейчас чуть-чуть прыгаю, тоже подумайте архитектура и дизайн, я не знаю как выглядит ваш офис, но представляете себе, что если ваш офис выглядит такой же красивый, как например офис какой-то консальтинговой фирмы в центре города Москвы, там в Новой Москве, новый центр, очень качественный, хороший офис, много стекла и все открыто. Вот почему некоммерческие организации должны работать в офисах, которые некрасивые? Это они не должны, они и мы это хотим, что они имеют такой же доступ к красивым бюро и офисами, как и компания, именно пробок. Хорошо, и конечно стратегия, где мы будем как некоммерческая организация через три лет, каким образом туда можно пойти, что такое наша миссия, наше ведение для будущего. Для такого в компаниях тоже есть очень часто экстернные, но иногда тоже внутренние ресурсы, консультанты, которые именно над этим работают. Некоммерческие организации, особенно маленькие, очень часто об этом мало думают, потому что они так много инвестируют свое время в программы чтобы помогать поддерживать свое сообщество, что они об этом просто забывают. А в конце IT тоже некоммерческим организациям очень часто нужны какие-то базы данных, всякие компьютеры, что они хорошо работают, что интернет был хороший, чтобы можно делать такие вебинары, как здесь. Для этого тоже надо знаний и опыт профессиональных людей, которые в сфере IT работают. Это только чтобы вам показать какие-то есть разные пробованные проекты. Здесь видно, каким образом можно поддерживать некоммерческие организации. Мы, конечно, знаем, что это то, что мы называем фандрейзинг, можно поддерживать с бюджетом, это всякие пожертвования отличных лицах или деньги от фонда. Мы, как фонд БМВ, тоже иногда отдаем поддержку бюджета. Потом можно еще помогать дополнительными руками. Это то, что мы называем практическое волонтерство. Это действительно вы обцепляете свои руки, чтобы, например, красить комнату в детском саду, или чистить парк, или все, что, я думаю, по-русски вы называете субботников. Каждый это может делать и каким-то образом помогать некоммерческой организации или прямо уже обществу. Но это не пробоно для нас. У нас пробоно идет в инфраструктуру и руководство некоммерческой организации, а там у нас еще разделение между менторинг, коучинг и пробоном. Это не очень важно, но я все-таки хочу сказать, менторинг, например, я тоже ментор для студентов из университета, и я как ментор ему помогаю найти правильный путь, профессиональный путь, куда после университета какой работой он будет заниматься, я же уже рабочий, я могу сказать, как я именно это сделаю. Но это очень личное отношение, это не мое отношение как профессиональный проект менеджер. А пробоно это именно то, это профессиональные отношения. Я именно даю то, что я и делаю на работе. Если дизайнер именно сделает, использует свои знания об дизайне, и вам делает какое-нибудь лого, это пробоно. Если он только вам говорит, скажет, как именно доступ в дизайн, как стать дизайнером, это уже больше менторинг. Вот такое разделение. Я надеюсь, что все понятно и всем нормально слышно. Так, дальше. Просто я действительно хочу, чтобы вы понимаете, что такое пробоно, потому что здесь некоторые примеры, из Германии они, но я уверен, что тоже в России можно найти очень многие примеры, и, наверное, тоже некоторые из вас уже имеют опыт с пробоно. Можно и в России найти такие примеры, где пробоно и какое воздействие пробоно именно имеет на некоммерческие организации. Первая некоммерческая организация, которая называется Upco, Audit & Watch, это именно веб-сайт, который наблюдает в парламенте какие у них доходы. Это такой сайт, который борется против коррупции, а у них они пробоно получили модерированные команды встречи, и это им помогло во сфере коммуникации улучшиться взаимодействия и завершиваться стратегии. Елена, уточните, как включить? Я слышно или не слышно всем? Я точно слышу, значит, все слышно. Единственное, что у Елены я могу быстро посоветовать перезагрузить окно браузера, либо включить там звук у вас, я думаю, что все остальные слышат. Хорошо, тогда я продолжаю. Хорошо, вот другой пример PC4Kids, это именно компьютер для детей, а там эксперты во сфере пиар и маркетинга, они вместе с этой некоммерческой организацией работали над стратегией коммуникации и над пресс-релизами, так как у этой организации не было денег, чтобы это заплатить, они получили пробону. И таким образом они успели увеличиваться как организации, а еще открыли отделение еще во двух федеральных землях здесь, в Германии. А наконец еще один такой пример, центр для матери в Германии, они получили коуч, который им помог пройти такой процесс после 30 лет и такой процесс трансформирования. Это тоже мы видим очень часто у больших компаний, когда там есть изменения, что они покупают на рынке консайтинг фирмы, профессиональные фирмы, как McKinsey, KPMG, чтобы они помогли с таким процессом трансформации. А в некоммерческом секторе это можно также сделать, а если подходит, то можно это делать пробону. Так почему именно сделать пробону? Я подготовил один слайд, который просто резюмирует аргументы, почему пробону может быть выгодным. Сначала достигать больше с минимальным увеличением бюджета. Пробону очень часто бесплатно, иногда мы тоже говорим об лобону, это значит те профессиональные не возьмут те деньги, которые они обычно возьмут, но они подешевле делают. это не точно пробону, но это тоже помогает достигать доступ профессиональными ресурсами, и так как это очень дешево или вообще бесплатно, то вы, конечно, можете достигать больше, но все-таки надо инвестировать, это, я думаю, очень важно, для управления пробонопроектом, конечно, надо время, и тоже ваше время, это тоже деньги, и поэтому это не совсем бесплатно. Вы можете освободить ресурсы своих сотрудников или свои собственные ресурсы, так как вы потом, если вы управляете пробону, например, для стратегии, для коммуникации, для IT, что угодно, то, конечно, у вас больше фокуса на то, что вы именно делаете самым хорошим способом. Для вас очень, не знаю, но, наверное, очень важная работа с детьми, вы эксперт, как именно сделать программу с детьми. Если вы для вашей некоммерческой организации употребляете пробону, то вы можете именно концентрировать на работу с детьми. И для этого тоже пробону вам может помогать. Потом вовлекайте членов правления в новый тип фандрейзинга. Мы это называем иногда ресурс фандрейзинга. И там это для меня очень важный такой пункт. Пробону это не какой-то тип волонтерства. Прямо подумайте, если вы идете к компании, а вы хотите какой-то бюджет, поддержку, пожертвование, и, например, они вам не могут отдать. Спрашивайте, если они могут вам помогать прямо с одной потребности, которая вам нужна. Новый веб-сайт, новая брошюра, или развивать стратегию. Такие проекты. Делайте тот второй вопрос. Очень часто вы будете увидеть, что денег у них нет, но время может быть у личной профессиональной или у всех компаний, когда есть программы, будет. Да. да, тот пункт. Потом расширайте сеть ваших партнеров, так как в пробонопроектах вы вместе через другое время очень интенсивно друг с другом работаете, волонтеры пробоно и вы как репрезентант некоммерческой организации, это отношение между вам и волонтерами намного ближе и намного устойчивее, чем в обычном проекте, обычном практическом волонтерстве, где волонтер придет только на один день. И наконец, я уверен, что у многих из вас есть многие разные вызовы, на на каких вы не работаете, так как у вас времени для этого не хватает, когда вы узнаете, как правильно работать пробоно, как достигать эти ресурсы, и как их управлять, тогда вы можете работать на те вызовы, которые иначе сложно преодолеть. Это только некоторые аргументы, конечно, еще намного больше аргументы. Сейчас я хотел только коротко вам помогать, каким способом дадут пробоно, какие есть разные модели, как можно делать пробоно. Один модель, и это модель, который компании очень любят, это то, что мы называем марафон. Значит, 12 часов, даже 24 часа, ограниченный срок времени короткий, один день обычно, где волонтеры пробоно, пробонисты, как мы иногда говорим, где пробонисты дадут свои знания, время для один из ваших вызовов, для один пробоно проект. Чтобы это было удачно, конечно, очень важно, что задача очень конкретная, а что ее можно и достигать в один день. Например, вы комплексный в один день не вырабатываете, для этого нужно больше времени. Тоже стратегия в один день не разработается. Ну, сделать некоторые интервью и знать или забирать те информации, которые нужны, чтобы потом разработать стратегию, это и в один день можно сделать. Потом другой модель, это именно тот модель коучинг, значит, это один профессиональный, ну, один сотрудник от компании, или один профессиональный, например, по пиар, который знает, пиарить, он именно встретит свой, ну, тот человек, который и в НКО для это ответственно и сделать коучинг. Да, это может сделать один семинар, один мастер-класс, или некоторые мастер-классы, именно такой модел мы называем коучинг. Потом есть стандартизированные команды, проекты, это, например, когда вы говорите, вот у меня проект, новый веб-сайт, мне нужно дизайн для лого, мне нужен человек, который делает тексты, мне нужен фотограф, который делает фотографии, который мне на веб-сайте нужен, а таким образом вы сделаете команду, которая потом через срок времени, обычно два месяца, три месяца, до шест месяцев, делает или работает на один проект. потом это чуть-чуть сложное имя, есть модель такой, который называется open-ended outsourcing, это когда компании отдадут свою услугу, свой сервис бесплатно. пример, не знаю, во сфере IT, например, Salesforce, это база данных, они отдадут свой продукт бесплатно некоммерческим организациям. Да. И тоже можно даже сказать, не знаю, иногда некоторые из вас, наверное, знают SurveyMonkey, SurveyMonkey, это для этого надо заплатить, если хочет все, ну, как сказать, все разные возможности, которые этот софтвер дает, для этого надо заплатить, но в самой простой форме, это тоже бесплатно, тоже можно называть open-ended outsourcing. а потом последний это сотрудник всей это значит, когда сотрудник от компании для срок времени некоторых месяцев или недели до 12 месяцев отходит от компании и работает один год или некоторой недели для вас, только для вас на отдельный проект или как общий ресурс, это тоже мы называем пробоной, это тоже такой модель. Хорошо, это на счет моделей, и сейчас по-моему самый важный слайд сегодняшнего вебинара, я сейчас хочу с вами говорить, как именно можно делать такие проекты, чтобы они были успешными. Сейчас я только коротко смотрю в чат, если там есть вопрос. да, там есть вопрос, в чат, я этот вопрос буду, потому что по задержанию будем его дискутировать после окончания презентации. Хорошо? Это вы, да, спасибо, хорошо, Олга, потом будем об этом говорить. сейчас я именно хотел с вами говорить обо, мы это называем 5 принципов пробоно, эти принципы именно мы сформулировали, чтобы они вам помогают делать пробонопроекты успешными. И первый принцип это определить свои потребности. Очень часто, когда я говорю с некоммерческими организациями, они сразу мне говорят, что им нужно. Мне нужен новый веб-сайт, мне нужны деньги. Они думают о решениях. Очень часто я говорю, пусть делаем один шаг назад и сделаем анализ. Проанализируем, что именно вам нужно, что сложно нужно, что самое важное, что сейчас нужно. и это надо определить очень конкретно, тем точнее, тем лучше, чтобы в конце концов была очень конкретная потребность. Когда это есть, и потом это уже второй принцип, когда мы знаем, что именно точно нам нужно, тогда мы тоже можем найти тот правильный ресурс, который нам может помогать именно достигать эту подробность, получить новый веб-сайт, например. И опять я хочу взять пример веб-сайт. Веб-сайт это комплексный продукт, это не только делает один человек. Веб-сайт заставляет из разных частей. Есть тот, который делает фотографии, надо какой-то дизайн насчет лого и какие-то цветы используются. Надо люди, которые хорошо пишут тексты. А очень часто, кстати, мы видим, что некоммерческие организации те тексты, те содержания, которые коммуницируются на веб-сайте, что эти тексты нужны. Тогда веб-сайт это не та самая важная потребность, а потребность это развивать вот эти знания воздействия некоммерческой организации ведения миссий. Поэтому это очень важно. И потом, конечно, очень важно, что вы не найдете тот маркетинг, эксперт, который делает маркетинг, а чтобы вы найдете тот человек, который именно делает содержание, ну, именно делает график дизайна, который делает лого. Для лого вам не нужен тот человек, который пишет хорошие тексты. этот второй принцип, третий понимать реальные дедлайны в пробону. Пробону это все-таки волонтерство, и для волонтерства надо больше времени, чем в других проектах. Поэтому тоже пробону это неправильный инструмент, когда вам очень быстро что-нибудь нужно. Для пробону надо иметь чуть-чуть время, чтобы это было успешно, потому что многие пробонисты, они после работы занимаются этим проектом, и когда у них на работе дедлайн, они очень долго на работе работают, то они не могут на проекте пробону работать, и поэтому уже с самого начала надо подумать, что дедлайны реальные в проекте пробону. Потом четвертый принцип, для меня самый интересный принцип, действуйте как полноправный клиент, как будто вы заплатите за эту услугу. Что я имею в этом ввиду? Это в принципе вы это наверное знаете, когда что-нибудь бесплатное, то мне качество все равно. Но пробону я уже сказал, это не совсем бесплатно, вы конечно свои ресурсы, свое время инвестируете. А когда например я вам сделаю лого, как график дизайна, я вам сделаю лого, который вам не нравится, а который вы не употребляете, тогда это неуспешный проект, это потом не имеет никакое позитивное влияние, никакой позитивный эффект. Поэтому очень важно и это сложно в такой волонтерской отношении, что есть культура фидбека, чтобы открыто говориться, вот этот лого мне таким образом не нравится, только тогда график дизайна может идти изменения, которые нужны, чтобы вам понравиться, чтобы вы поддерживаете. Поэтому я думаю, очень важно, что таким образом отношения происходят в проектах пробона. А потом в конце, это, по-моему, тоже очень важно, не забывайте о том, что пробона это не только тот пробонист, волонтер, который помогает и дает, чтобы вы были успешными, чтобы вы, как НКО, влияли на свое общество. А он или она, они тоже, конечно, учатся, у них есть возможность управлять свои знания во всем другой сфере, в другом секторе. Наверное, у них в компании есть руководство, которое им говорит, что, каким образом сделать, а вот в проекте пробона может быть, что они сами как руководство действуют, значит, они намного свободнее, и это все, извините, пожалуйста, это, это, здесь телефон идет, извините, и это, тоже, я думаю, очень, очень важно знать, потому что, если пятый принцип действует, тогда мы говорим вот на «on eye level», as we say in English, на то же, то же, то же самое уровне. Хорошо, это те принципы, а сейчас я хотел бы что-нибудь узнать от вас, я хотел бы узнать, которое для вас самый важный принцип, и для этого я сделаю, я приготовил маленькую заголосование, если вы пойдете в тот, в ту часть, где можно заголосовать, я хотел бы узнать, какой принцип является не более важным для вас. да, я просто скажу, что нужно перейти во вкладку «опрос», сверху вот вы видите, где вы видите презентацию, там есть вкладка «Еще вопрос», если вы нажмете туда, там будет собственно вопрос, так что пожалуйста, ответьте, чтобы было понятно ваше решение. я собственно тоже отвечу сейчас. А можно только один выбор, да? Да, только один ответ возможно. Окей. 18 уже 21 участника уже отвечали. Да, здорово, что видно результаты, ну, по крайней мере, мне, как спикеру, может быть, не всем видно, но да, сейчас интересно. 24. Хорошо, интересно. это, наверное, уже хватит, не все, конечно, должны это сделать, а кажется, что самое важное, это именно использовать, одна треть, в принципе, сказала, использовать правильный ресурс для правильной работы, важно, и другая, еще одна треть, сказала, что действовать как полноправный клиент, тоже важно. Это два самые важные, для меня очень интересно, потому что действительно тот четвертый принцип действовать как полноправный клиент, по-моему, он самый важный, он очень часто забывается в проектах. хорошо, я только посмотрел, допустим, я тупой и больной, мне же нужен и врач, и учитель. Михаэль, я не совсем понял. Я имею в виду, что сколько можно выбрать, и, конечно же, в идеале нужно несколько выбирать, один принцип это очень жестко. В этом смысле это все окей. Да, просто сейчас только для меня было интересно, какой самый важный для вас, это, конечно, может и быть, я знаю, что другие тоже очень важные. Хорошо, идем обратно в презентацию, а сейчас я хочу только коротко, это уже почти конец, я же проект-менеджер, и я говорю здесь, мы сейчас говорили о 5 принципах для успешного пробового проекта. Я вам только хочу показать, каким образом можно управлять такие пробового проекта. Значит, те знания, которые я сейчас говорю, это не особые знания, это знания от проект-менеджмента. Прямо, да? Вот здесь внизу у нас те 5 принципы, а потом мы разделяем проект на 4 шага. Самый первый шаг это определить потребности, что мне нужно. Что мне нужно, что мне нужно. Второй шаг это где найдут те люди, те профессионалы, которые мне могут помогать. когда у меня есть правильные ресурсы, как я их управляю во время проекта, а когда проект окончен, каким образом я могу сделать другие проекты. Вот такие есть четыре шага. Самый первый шаг, определить потребности своего проекта, а вот есть такая таблица в принципе и это очень легко, и это сейчас не должны сделать, но просто подумай, таким образом можно начинать работать на проекте. Вот говорите, какие у вас есть разные потребности, разные возможные проекты. Потом посмотрите, на левой стороне есть четыре критерии, по которым вы можете оценивать проекты. И вы даете оценки, ноль для когда это вообще невозможно, когда это фиаско, один, когда вы не точно знаете, если можно, не можно, и вы даете два точки, когда вы думаете, что это все есть, это можно сделать. Я хочу вам быстренько сказать об этих четыре критерии. Одна критерия это определение потребностей, я не знаю, если я правильно переводил, но в принципе это говорит обо том, есть ли тот проект, если у вас есть время, те внутренние ресурсы, чтобы управлять проектом. Если это очень комплексный проект, и у вас стандартизированная компания шест пробонистов, которые каждую неделю к вам в НКО приходят, у вас есть время, у вас есть офис, чтобы это сделать, да, или нет. Это именно первое критерие. Второе срочность, вам нужна новая стратегия через одну неделю, но если она очень комплексная, то через неделю это не можно сделать способом пробоно, поэтому надо дать ноль, это не работает. Но если вы говорите нет, мне нужна стратегия через 6 месяцев, значит у нас еще достаточно времени есть, тогда можно это пройдет, можно отдать 2 оценки. Третий критерий это знание. Вы уже все знаете, у вас есть информация внутренней, чтобы реализовать пробонопроект. Я же сказал насчет веб-сайт, у вас есть тексты, вы знаете, как вы влияете на свои сообщества, как вы с ними работаете, у вас есть эти знания, или надо сначала сделать интервью с вашими партнерами, чтобы это узнать. Таким образом можно оценивать знания, и последнее это готовность вашей сотрудники, вашей, когда это большая некоммерческая организация, ваше руководство, они готовы заниматься пробонопроектом. Таким образом можно оценивать проекты, я сделаю некоторые примеры, позиционирование стратегии бренда, пиар-план, стратегии чешского планирования, истинная себестоимость, стратегии. А вы видите, что тот проект, который может быть самым удачным, это развивать стратегию чешского планирования. Такие таблицы употребляются в сфере проект-менеджмента очень часто. Есть еще очень многие другие таблицы, которые вам надо оценивать, только чтобы это вам помогло узнать, какой проект, тот проект, который вы сделаете пробонно. Поэтому не важно, что вы именно таким образом делаете, но что вы думаете этим образом, какие есть критерии, чтобы проект был успешным, и потом оценивать. Следующий шаг, и я думаю, это будет для вас тоже очень интересно, как я именно найду те ресурсы, которые мне нужны. Как я найду тот дизайнер, график дизайнер, который мне сделает новое лого, как я найду тот архитект, который мне бесплатно сделает внутреннюю архитектуру в моем офисе, как я найду тот эксперт по финансам, который мне помогает сделать бюджет для большого программа. Вот для этого есть разные ответы. Сначала я вас приглашаю посмотрите в свою сеть, спрашивайте своих друзей, я уверен, что многие из вас знают адвокатов, что многие из вас есть адвокат, есть проект менеджер, есть какой-нибудь дизайнер, спрашивайте те люди, которые вы знаете, а спрашивайте, если они вам помогают не только с пожертвованием, а своими skills, своими знаниями, компетенциями и своим профессиональным опытом. Это мы видим во всем мире, это самый успешный вид достигать те ресурсы, которые вам нужны. Но тоже для этого шаг. Есть конечно как будто есть проект, есть возможность сделать более структурированно. Я здесь сделал только два таких вопроса, которые вы сами можете ставить. Просто хотите уточнить, как выглядит самый идеальный ресурс пробован для вас. Скажите, например, график дизайн, самая хорошая фирма по график дизайну это Apple. Наверное, Apple у них очень хорошие дизайнеры, значит, самые идеальные дизайнеры от Apple, которые не помогают делать дизайн. Так, что это второй самый идеальный ресурс? Вот таким образом вы просто определите, как выглядит самый идеальный ресурс. Это еще не значит, что вы имеете доступ к этому ресурсу. Сейчас мы с другой стороны посмотрим, спрашиваем, где самый мощный потенциал. если у вас есть личное отношение к человеку, тогда потенциал очень мощный. Когда у вас никакое отношение к компании, к человеку, к сотруднику нет, тогда, конечно, потенциал ниже. Оценивайте этот потенциал, и потом посмотрите, если у вас есть идеальный ресурс и потенциал, который вместе ходит. опять это просто такие вопросы, которые мы в проект менеджменте употребляем. Есть, конечно, и вообще другие возможности это оценивать. Еще одна точка здесь, один пункт, о котором я хотел говорить. В США и тоже в Германии очень распространена социальная сеть LinkedIn. Я напишу в чат, как она пишется. Я знаю, что она в России не очень большая. У вас, по-моему, в ВКонтакте очень большая сеть такая. Я могу, кстати, замечание вставить. У нас почему-то профессионально используется больше Facebook, чем LinkedIn. Интересно. Хорошо, просто почему LinkedIn интересен, я вас приглашаю посмотреть. Там можно, там вы не только как лицо, а вы там тоже захотите своим резюме. Значит, там можно искать дизайнер, там можно искать именно те профессиональные опыты. Я вас приглашаю сделать профиль LinkedIn и посмотреть, какие там есть, если там есть те люди, которые вам нужны. А еще LinkedIn это партнер от нас тоже. А там те люди, когда вы делаете свой профиль, вы тоже можете нажимать кнопку и говорить, я хотел бы заниматься Pro Bono. И потом вы можете ищать Pro Bono, Design, Москва, а вы найдете те дизайнеры, которые живут в Москве, которые сказали, что они занимались Pro Bono. А вы ищите все, которые в LinkedIn находятся. Это у нас очень мощный такой инструмент. Я не знаю, какой я знаю, вот у вас не так распространено. Дальше. Потом управление проектом. Сейчас значит мы определили, мы определили, что нам нужно. Мы сказали, вот, мне нужна новая стратегия. Я сейчас нашел пробонисты, значит, те консультанты, те люди, которые делают стратегию, например, от McKinsey. У меня сейчас три человека, которые каждую неделю для три месяца ко мне приходят, чтобы вместе со мной развивать стратегию, как я их управляю. Опять некоторые принципы, и это очень похоже к тому, что я уже сказал. Сначала будьте готовы инвестировать время. Если они к вам приходят каждую неделю, то это надо, конечно, приготовить, о чем мы будем говорить. Надо чай, кофе поставить, надо резервировать бюро, офис, какую-то комнату. Это, конечно, для этого все надо время. Им надо всякие данные об вашей некоммерческой организации быть готовы именно разработать эти данные. Потом, как я уже сказал, ведите себя как клиент, оплачивая услугу, дайте фидбэк, говорите сначала об план, как проект происходит, потом, когда, например, пробонист не приходит, звоните, спрашивайте, почему не приходит, что случилось. И это, по-моему, тоже очень важная коммуникация. В проекте пробона не можно слишком много коммуницировать. Тем больше вы коммуницируете, тем лучше. Каждый шаг, который вы делаете, который проект делает, надо коммуницировать. Если кто-нибудь не приходит, спрашивайте, почему, и приглашайте всех коммуницировать таким же очень открытым, быстрым способом. Ой, всем видно, у меня был Алексей, у меня был там таблицов говорит no correction. Хорошо, я продолжаю. И последний пункт здесь для меня тоже очень важный конечно это волонтерский проект. В конце проекта, когда он успешно окончился, надо праздновать, надо сказать спасибо. И это как в других проектах конечно тоже очень важный такой шаг. сейчас я хотел делать очень коротко для 3 минуты услуг, потому что Probono это очень часто компании, большие фирмы, которые послают своих сотрудников заниматься Probono. Я хотел только чтобы вы узнали, что Probono имеет тоже для бизнеса очень большую ценность и разные research как будет ну разные один момент research что вы понимаете что вы понимаете что вы понимаете что вы понимаете Хорошо, я продолжаю. Надеюсь, что все еще здесь. Да, я сказал, что пробоны имеют и ценность для бизнеса, и разные исследования показали, что пробоны имеют большое позитивное влияние на персонал, значит, на способности сотрудников работать вместе через разных отделениях. Они больше мотивированные, это улучшает рекрутмент. В США мы тоже видим, что самые успешные компании, когда они сделают рекрутинг, то те люди спрашивают, у вас есть программа пробона? И вот это таким образом имеет сильное влияние на персонал. Конечно, для бизнеса это тоже репутация. Мы сделаем общественную ответственность, мы агажируемся, мы даем наше время бесплатно. Это, конечно, очень хороший пиар, значит, это имеет тоже очень сильное влияние. И там, конец, мы видели, так как сотрудники употребляют свои знания в другой сфере, в другом секторе, это тоже имеет влияние на инновации. Это улучшает условия для инновации в бизнесе. Есть разные исследования в США. Вот посмотрите на сайте Tech Group Foundation, который вначале я вам показал, там эти исследования можно прочитать. Я вам только хотел на последнем слайде показать, что возможно на счет рынка пробона. Смотрите, в США уже 15 миллиардов долларов каждый год профессиональные пробонисты дадут некоммерческим организациям бесплатно. И 97% всех некоммерческих организаций хотят использовать больше пробону. И самые успешные НКО в США, они уже употребляют 10-20% своего общего бюджета на счет пробону. То, что некоммерческим организациям нужно больше всего, это юристическая поддержка, а на втором месте это маркетинг, самый востребованный вид. Это только чтобы вам дать пример, что тот рынок может действительно развиваться, что там есть действительно большие возможности тоже в России. Сейчас я хочу еще сказать спасибо за ваше внимание. Я надеюсь, что все было понятно, что вы слышали что-нибудь нового, что это вам и выгодно. А сейчас я открыт для всяких вопросов. У нас есть еще время для этого. Спасибо. Спасибо, Армин. Да, давайте перейдем к вопросам. Вот давайте вспомним вопрос Ольги, которая спрашивала про, если компания предоставляет софт бесплатно, то почему это пробон, а не благотворительность? Да, вот тут это, наверное, я плохо сказал. Вы знаете Salesforce, CRM, Client Relationship Management System? Ну, я понимаю, то есть система управления, да, там. Ну, в принципе, это очень комплексный софтвер, это не можно просто инсталлировать и потом это работает как Word или Microsoft Office, но это надо кастомизировать. Это надо... Ну, администрировать, управлять, да, поддерживать. Да, и для этого надо профессиональная помощь. И Salesforce, они не только отдадут свой продукт бесплатно, но они помогают некоммерческим организациям именно сделать тот продукт, чтобы они использовали тот продукт таким способом, как выгодно. И это та пробонная часть. Понятно. По крайней мере, есть самый главный вопрос. Как мотивировать компании, ну, там, оказывать услуги пробона? Вот есть те аргументы, что пробона имеет тоже влияние на бизнес, да, ценность для бизнеса, на персонал, на инновации, на репутации. Это одно. Но то, что мы видим во всему миру, что есть очень многие сотрудники, которые хотят заниматься, которые хотят работать как волонтеры, и таким образом хотят тоже использовать свои знания, то, что они делают самым лучшим образом. И если вы говорите с компанией, спрашивайте тот человек, если он может делать маленькие сервей, маленькое исследование вокруг своих коллегах, каким образом они хотят себе, ну, сангажироваться, да, каким образом они хотят поддерживать некоммерческие организации. Практическое воленчатство или пробону, вы будете видеть, что они хотят то и то. Очень часто в компаниях они только занимаются практическим воленчатством, потому что они не знают, что можно сделать пробону. Но там действительно есть интерес у сотрудников, а больше и больше, особенно в глобальных компаниях, все больше и больше занимаются пробону. Хорошо, спасибо. Так, вопрос. Скажите, кроме Линкдина, где можно узнать о пробону в России? Ну, вот если есть какая-то информация. Вот это я не знаю. В других странах есть, и мы это в России еще не нашли, есть просторедники, которые концентрированы на пробону. Значит, они только именно помогают некоммерческим организациям влюбить те пробону ресурсы, которые нужны, определить проекты, управлять эти проекты. Такой организации, такого просторедника в России пока нет. Пока я или мы об этом еще не знаем, но есть, конечно, некоторые всемирные такие просторедники, которые тоже в России работают. Например, когда нужна юристическая помощь, то есть от Thompson Reuters Foundation такой проект, который называется Trust Law. Я в чат напишу Trust Law. Это международный доступ к юристической помощи. И потом, я думаю, самое успешное будет прямо посмотреть в свою собственную сеть, друзья, семья, коллеги, спрашивать там, если кто-нибудь хочет сделать пробону. И потом большие компании, например, McKinsey, Ernst & Young, всякие большие банки, American Express, HP, IBM, те большие международные компании, в принципе, у них, у 60% одних есть пробонопрограммы, они все хотят эти программы сделать не только в США или в Германии, или там, где у них есть Ad Quotter, но они хотят эти программы сделать во всему миру. Значит, спрашивайте именно у тех компаний, которые тоже из, ну, за границей проходят, потому что очень часто у них есть открыто заниматься такими проектами. Хорошо, спасибо. Следующий вопрос. Как пробон оформляется документально? То есть это договор или как-то еще? Это очень хороший вопрос. Кстати, простарейник очень часто это делает как договор. Как и тот принцип, да, вы ведете себе как оплачивающий клиент, а когда вы работаете вот с консультинговой фирмой, то у вас вначале, а вы это заплатите, то у вас вначале тоже есть договор. А такие договоры можно и делать в проекте пробону, а там очень важно в таком договоре, что очень конкретно описано, что будет результат проекта, да, как выглядит именно продукт, как выглядит веб-сайт, что входит, что не входит, да, это надо определить в контракте тоже, сколько времени пробонисты или те волонтеры готовы инвестировать, через какой срок времени. Для этого контракт очень выгодно, но иногда мы тоже видим, что люди боятся такими договорами, тогда, когда есть доверие, и вы знаете друг друга, это, наверное, не нужно. Но мы видим во всему миру, что это очень выгодно, сделать такой договор. А, кстати, есть и темплейт, но есть и... Ну, шаблоны, я понял, для договоров. Шаблоны, да, такие договоры на английском языке, если нужно, я очень рад это вам послать. Так, вопрос там был еще, а есть ли вот у BMW сами программы про пробону? Отличный вопрос. BMW сейчас развивает программу, до сих пор у нас еще нет пробонопрограммы, как компания. У компании пока еще нет, но они сейчас это развивают стратегически и хотят этим заниматься по всему миру. Это не значит, что сотрудники BMW не делают пробону, да, и очень часто мы видим, что некоммерческие организации, которые у BMW сделают фандрейзинг, они очень умно это делают, спрашивают, когда денег не получают, если какой-нибудь эксперт из маркетинга BMW им может помогать. Это иногда есть, но нет центральной программы, которая это на глобальном уровне сделает. Поэтому ответ нет, пока у BMW такая пробонопрограмма нет. Так, хорошо. Просто вопросов много накопилось, я, Павлович, через них читаю. Вот Галена еще спросила, ну, видимо, резюмируя, то есть стоит ли заводить профиль НКО на LinkedIn? То есть, как я понимаю, рекомендуется, да, вот сотрудникам все-таки попробовать LinkedIn? Да, но я не сделал бы сайт для НКО, а собственный личный сайт. Профиль личный, да, сотрудника какого-то, понятно. Да, сотрудник. Это, я думаю, будет полезно, потому что, например, все эксперты, да, вот все люди, которые, например, в России работают, которые из-за границы, да, они все в LinkedIn, ну, большинство из них в LinkedIn, они очень часто тоже знают концепт про Боно, уже сделают какие-то пробонопроекты иногда, поэтому это выгодно. И все, например, у меня тоже многие друзья и тоже коллеги в России, от партнеров, и те, которые международно работают, у них есть профили про Боно, есть профили на LinkedIn, я не готов работать про Боно, поэтому, я думаю, стоит. А инвестиция, вы такой профиль сделаете через минуту-пять, потом есть. Вот играйте чуть-чуть с этим, и, может быть, это помогает вам найти тот ресурс, который вам нужен. Спасибо. Так, вот у меня вот еще один такой важный вопрос, мне кажется. Хорошо. То есть, искать организацию или исполнителей про Боно стоит только вот в своей стране, или можно это сделать за рубежом? То есть, могу ли я вот поискать специалистов в Европе, если я как НКО в Москве? Отличный вопрос. Это чуть-чуть зависит от проекта. Обычно мы говорим, что волонтерство в общем, ну, про Боно, как конкретный пример, или как тип волонтерства, происходит локально. Когда я как пробонист даду мое время бесплатно, я хочу узнать эти люди, я хочу видеть офис, я хочу туда идти несколько раз, чтобы разработать проект. Это как волонтер для меня важно. Это, конечно, намного дальше для меня организоваться для НКО, не знаю, в Австралии. Я их никогда не буду видеть, они не знаю там реальные способности. Поэтому, в принципе, локально, но все-таки это зависит от проекта. Есть многие проекты, которые можно совсем от компьютера сделать, да, где не нужно встретиться. Которые организуются через, например, Google Hangouts, через Skype. Это возможно. Это возможно, и поэтому можно и за границей, конечно, искать такие проекты. Например, проект стратегия, да, очень, где мы хотим быть через три года. Для этого надо очень много специфического знания об вашей некоммерческой организации. И я не уверен, что это будет успешно, когда вы никогда не имеете личную возможность видеть друг в друга. Так, хорошо, понятно. Так, сейчас я смотрю еще вопросы. Но вроде нет. Так, так, так. То есть, тоже резюмирую, задам вопрос. То есть, получается, вот, допустим, я некоммерческая организация, и вот у меня есть потребность. То есть я первым делом я могу сначала выявить эти потребности, понять, в каких проектах я могу применять ProBona, потом посмотреть LinkedIn, посмотреть тех исполнителей, которые могут мне помочь, или компаний, да, либо просто... Собственные сети, да? Да, собственно. Или просто посмотреть те большие компании, которые есть у нас, и попытаться связаться с ними, да, через вот этих специалистов, и посмотреть, каким образом это может быть. То есть получается, что даже какие-то большие компании реально смогут оказать вот такие вот услуги, да, ProBona. То есть это, условно говоря, такие волшебные два слова, которые, может быть, откроют двери. Ну, я так шучу, конечно, но... В принципе, да. Это именно то, что я думаю, очень важно. Вы что хотите от этих компаний? Вы именно говорите, вот самое ценное, что вы можете отдать, это ваши сотрудники, это даже не вождение, это ваши сотрудники, которые могут нам помогать быть успешными. А это до этого еще имеет влияние на ваши сотрудники. И это не есть ценность. И больше и больше компаний, особенно крупные, это понимают. Так, хорошо, спасибо. Так, еще какой-то вопрос был по поводу налогов на услуги в ProBona. То есть если там какая-то стоимость есть, то как-то это облагается налогами. Ну, мне кажется, это более такой юридический вопрос. Да, это я, да, я не знаю. Я вот тоже не могу на это ответить. Так, и тут уже... Это тоже подразумов от страны до страны, да? Да, и вот по поводу шаблона, все говорят, что очень нужен шаблон по поводу договора, как я понял, да? То есть, а где можно еще раз найти его, на каком сайте? Это можно найти на сайте вот здесь. Я очень рад, Алексей, тоже, может, могу, наверное, перевести на русский и потом послать всеми участниками. А, хорошо, да, 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 в принципе, мы можем это сделать, да. То есть Армин пришлет... Можно, наверное, да? Я сейчас ищу, но... Ну, хорошо, я понял. Тогда давайте, да, можем сделать так, что я просто, когда буду выкладывать видеозапись, мы к этому моменту попытаемся подготовить как раз вот несколько ресурсов, где вы можете найти вот этот шаблон, например. Хорошо, я рад это еще, наверное, вместе с Настей приготовить. Еще одна вещь, которую я хотел бы сказать. Определить то, что нужно. Это очень сложный процесс для многих организаций, я только хочу всех пригласить. Тоже для этого уже можно спрашивать пробонисты. Уже для этого можно использовать волонтеры, которые просто приглашите их к вам в НКО на мастер-класс, приготовьте это и говорите, вот, цель для сегодняшнего дня – это узнать, что нам нужно срочно. И это уже как будто пробонопроект, который может быть как будто начальный пункт для других пробонопроектов. Для каждого шага можно и пробону использовать. Это, по-моему, еще важный такой момент. Отлично, спасибо. Так, как я вижу, вопросов, в принципе, больше нет, поэтому я думаю, что мы можем уже заканчивать. А вот еще один вопрос. Где можно увидеть и прочитать про успешные пробонопроекты? Это те просредники, о которых я говорил, они это коммуницируют на сайтах, компаниях больших. Посмотрите на сайт HP, социальная, общественная, как это называется, общественная ответственность, кооперативная общественная ответственность. У них есть там отдельные, а там они тоже говорят о своих пробонопроектах. И те проследники тоже, конечно, об этом говорят. Ну, то есть, как я понимаю, просто можно посмотреть крупные компании либо просто в поисковике про пробоно, по этим ключевым словам поискать какие-то ключевые моменты, новые проекты. А есть примеры, знаю, наверное, Анастазия Гуляева еще здесь вебинаре, она от Impact Hub. Impact Hub сам очень много пробоно использовал. это Impact Hub, это офисный спейс в Москве, и они очень много это успешно употребляли. И просто спрашивайте свои другие некоммерческие организации, какие есть опыты, которые уже имеют опыт работать на пробонопроектах. Я думаю, это будет самым полезным способом тоже сам начинать с этим работать. Так, хорошо. Ну, что ж, я думаю, что так все я посмотрел. Вопросов, в принципе, больше нет. Еще раз тогда говорю большое спасибо, Армин. Было действительно очень интересно. Огромное спасибо, да. Я думаю, что было интересно всем, тем, кто слушал, и тем, кто будет смотреть эту запись. Действительно, очень здорово. Так что такие виртуальные аплодисменты, в общем-то. Я хлопать особо не буду, но, тем не менее, еще раз большое спасибо. Спасибо за уважение, за внимание. Мне тоже были интересны на русском. Отлично, да. Спасибо. Спасибо. А всем тем, кто хочет, в общем-то, скачать презентацию, они есть во вкладке «Документы», если вы перейдете. А запись, в принципе, она тоже будет, но чтобы вам просто файл не скачивать, я это в ближайшее время выложу на YouTube, и вы также увидите там на нашем сайте, и там ссылку можете посмотреть. В общем, тогда еще раз говорю большое спасибо всем, и тоже тогда прощаюсь. Всем спасибо, и тогда до скорых встреч. Пока. Пока. Так, а я Владимиру хочу сказать, чтобы он выключил запись, если он здесь. Субтитры сделал DimaTorzok